Свои моменты не реализовали, Зенит заслуженно победил. Всем их можно поздравить. Сейчас после трех туров все говорят, что Динамо не нашло свою прошлогоднюю игру. Согласны с этим? Какие-то связи не наладились? То, что мы стартанули, очень плохо. Это все, наверное, видят. Мы с трех игр взяли только одно очко. Из них две домашние игры проиграли. После такой игры вообще тяжело найти слова. 5-1 я вообще, наверное, кажется, никогда не проиграл. Ну, очень тяжело. Поэтому сейчас самое главное, конечно, не опускать голову. Потому что еще 9 игр впереди на чемпионат. И через 4 дня уже, сколько там, 5 дней игра в Зенитис, в Питере опять на Кубок. Надо попытаться свои ошибки исправить. И не допускать те ошибки, которые мы от последних игр допускаем. И последний вопрос. Вот такая психологически сложная ситуация. Как сейчас выходить? Что надо делать? Вот исходя из своего опыта. Надо выходить, доказывать. Надо всем игрокам прибавить. Как можно быстрее. Будет очень обидно, если мы все растеряем. То, что мы наиграли. То, что мы в том году заработали. Уже сейчас обидно. Поэтому самое главное опять не падать духом. Наоборот, собраться и постараться все-таки доказать, что это случайность была незакономерна сегодняшняя игра. Андрей, после 0-3 наоборот забегали, завелись, да? Пытались завестись. Пытались бегать. Но футбол это не только бег. В футболе нельзя допускать ошибки, играя с такими командами, как «Зенит». «Зенит» их очень хорошо реализовали. Мы, к сожалению, сегодня проиграли. Вот за 10 минут всю игру. Выбокроваться было нельзя? Мы старались, мы забили, пошли вперед, забили гол. Потом опять провалили сзади, пропустили четвертый, пятый, могли еще пропустить. То есть это индивидуальные ошибки? Команда выигрывает, команда проигрывает, потому что мы сегодня все допускали ошибки. И впереди, и сзади. Надо стараться вместе вылазить в эту ситуацию. Кругались хоть в раздевалке? Толк.